Москва, Дом Российского Исторического Общества. В этих стенах состоялась церемония награждения финалистов конкурсов для учащихся и педагогов. Преподавание истории в школе – это не только расширение кругозора детей, молодых людей, не только обогащение знаниями их, это еще и формирование личности, приобщение школьников к родной культуре и, что самое главное, это воспитание чувства Родины. Для Российского Исторического Общества и Фонда История Отечества поддержка учителей истории всегда являлась одним из главных приоритетов. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции. Инновации» проводится ежегодно с 2016 года. Его цель – выявление и поддержка талантливых преподавателей истории в школе, чей опыт и педагогическая инициатива могут способствовать обогащению российской педагогической практики, внедрению и совершенствованию методик и приемов преподавания нестандартных тем по отечественной истории. Конкурс проводится и финансируется Фондом Истории Отечества совместно с Общероссийской общественной организацией Ассоциацией учителей истории и общества знания. Я смотрю на географию участников конкурса и думаю о России. Думаю о том, как она велика, необъятна, разнообразна. Конечно, нашу Родину делает единый язык, культура, но, конечно, и история. И в этом смысле вы выполняете очень важную государственную задачу. Учите наших детей истории. Спасибо вам за то, что вы с такой любовью к детям, с большим достоинством и очень качественно выполняете свой профессиональный долг. Дипломы победителям вручили председатель Российского исторического общества и первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Он же в своем выступлении выразил признательность учителям за выбор столь важной профессии. Наши учителя – это те люди, которые находятся на передовой. Вы знаете, конечно, на передовой находятся наши герои, наши военные, которые защищают нашу страну. На передовой, конечно же, на своей находятся люди, которые куют нашу экономику и дают возможность передалить любые санкции. Но любая война, она закончится. Закончится однозначно нашей победой. Экономические санкции тоже пройдут, экономика свою возьмет, и люди будут заниматься и бизнесом. А вот борьба за души наших детей – никогда. И эта линия проходит за партой. И на этой линии находитесь вы. И спасибо вам большое за это, низкий вам поклон. В рамках конкурса участники состязания должны были представить запись своего урока по одной из заданных тем. Участие в состязании приняли 850 учителей из 8 федеральных округов России. По итогам отборочных этапов в финал вышли 24 победителя из России и 3 победителя из стран СНГ. Мы видим поддержку на самом высоком государственном уровне. Мы получили огромный багаж знаний, опыта, позитивные эмоции и хорошее настроение. Мы учителя, и мы сами по себе очень консервативные люди. А еще у нас крайне консервативный предмет – история. История, которая всегда основана на традициях. И так замечательно, что в современном мире, в котором все очень быстро меняется, у нас есть этот предмет, основанный на традициях. Но в то же время он не может не меняться. И он меняется. И очень большая благодарность организаторам конкурса именно за то, что вы привлекаете внимание к сочетанию традиций и инноваций в нашем предмете истории. Кроме того, награды получили участники конкурса «История семьи. История отечества». Он проводится среди учеников 8-11 классов и студентов техникумов и вузов. В Российской Федерации я живу в такое время, когда для учеников и для студентов создается огромное количество конкурсов. Эти все конкурсы, они дают огромное количество возможностей людям, которые хотят работать и проявить себя в самых разных сферах. За это огромное спасибо России. Конкурс проводится ежегодно и нацелен на поддержку научно-исследовательской работы учащихся в области отечественной истории. Победители и лауреатов в каждой номинации наградили дипломами и ценными подарками. Служба информации фонда «История отечества». Служба информации фонда «История отечественной истории»